приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня я хочу снять новый тег который я буквально вчера обнаружила называется он ваша рукодельная самооценка и автор татьяна барыльченко здесь много вопросов 14 штук я сейчас поглощена тем что вышиваю свои бисерные ирисы мне остался такой ну средненький кусочек до отчета не вот это то что вы видите здесь еще достаточно большой кусок но я только что открыла свой предыдущий отчет и я не поверила своим глазам какой большой кусок у меня прибавился с предыдущего отчета с предыдущего раза как вы видели эту работу так что пока я поглощена одной работой это своими ирисами мы с вами по отвечаем на вопрос вернее я по отвечаю итак первый вопрос становится ли вам обидно если кто-то не разделяет ваше увлечение или конкретно его игнорируют мне кажется для того чтобы это стало обидно это должны быть какие-то близкие люди но у меня такого не случалось пока что чтобы конкретно игнорировали или тем более говорили там что за ерундой ты занимаешься нет такого не было если бы было я думаю что да мне бы становилось обидно потому что все таки рукоделию я уделяю большое количество времени но пока пока я такого не припоминаю чужие люди да бывает там приходит кто-то там в дом заходит смотрит на картины кто-то что-то скажет а большинство посмотрят но я понимаю что что с них взять потому что люди которые не занимаются вышивкой и в частности они просто не способны осознать сколько это труда как это все создается поэтому не замечают так и не замечают не знаю как-то мне если честно не холодно не жарко вот такого-то оценки посторонних людей главное чтобы близкие поддерживали второй вопрос боитесь ли вы что в процессе вышивки или любого другого творческого занятия может случиться какая-нибудь неприятность не хватит ниток запускает работа и другое что такое конкретно запускает работа я не знаю ладно боюсь ли я что в процессе вышивки произойдет какая-то неприятность но обычно нет я могу бояться если это какая-то незнакомая для меня техника или например в процессе работы и будет происходить что-то что я до этого еще никогда не делала то есть к примеру как вот с шариками вот этими собачками было что мне нужно было этот шарик собирать опять же в шитье не сильно а это тот случай когда у тебя нет варианта оформить работу прикладным образом или оформить этом в рамочку потому что ну его в рамочку никак не оформишь эту к лидышками вышитую работу тут понятно оформление должно быть одно и я его никогда до этого не делала понятно что я волновалась что у меня возникнуть проблем возникнут проблемы но обычно нет я не начинаю волноваться раньше времени и вот последнее время я заметила что мне интересно пробовать что-то новое вот сейчас я приобрела набор с печатным крестом к примеру и мне очень интересно будет попробовать но я уже решила что мне нужно хотя бы что-то закончить прежде чем еще что-то начать хотя я такая что на меня может найти вдохновение и я могу и начать но пока что сдерживаюсь и также вот вчера я была из подруга в магазине в офлайн магазине и увидела там наборы от фирмы лука с вот эти вот знаете всякие подушки коврики с такой огромной конвой там просто каждая клеточка размером в ноготь я посмотрела вот в живую на эту конву я подумала что мне было бы очень интересно попробовать на такой конве вышивать я конечно не совсем вижу в своем интерьере те работы но если в будущем что-то я присмотрю себе на вот такой вот просто мега крупной конве это же не решусь говорить что это за аккаунт потому что но она реально огромная там вот эти вот клеточки конвы там наверное здесь копеек размером то есть очень большие но мне бы было интересно такие пухлые огромные крестики делать было бы интересно так что нет я обычно не начинаю заранее бояться что с работой будет что-то не так что какие-то будут сложности третий вопрос одна и та же работа выполненная другими кажется вам куда лучше вашей если я вижу работу у другого автора которую я уже тоже вышивала я конечно ее сравниваю я на нее посмотрю и приду какому-то выводу кажется она мне лучше чем моя или нет в частности вот маки которые я недавно вышивала маки от мэрэшки это сейчас очень популярная картина ее много кто вышивает и очень много в instagram фотографии я постоянно на них наталкиваюсь и особенно там макро фотографии и я свою работу помню просто наизусть я помню как у меня где там бэк проложен как у меня там крестики потому что я вышивала долго и я смотрю на эти фотографии и действительно прихожу к какому-то выводу так ли у меня это все выглядит или не совсем так но не всегда мне кажется что других людей лучше получилось иногда действительно бывает лучше иногда мне кажется что у меня лучше получилось аккуратнее ну раз на раз не приходится но такого чтобы прям каждый раз я думала вот почему у меня такой кошмар у кого-то так хорошо нет такого слава богу нет следующий четвертый бывает ли так что люди за вашей спиной посмеиваются над вашим увлечением люди за моей спиной посмеивались над моим увлечением вы знаете как то так у меня складывается что преимущественно я общаюсь с людьми которые так или иначе связаны с рукоделием то есть у меня большинство моих подруг это рукодельницы поэтому чтобы они посмеивались на такого не будет а опять же чужие люди чтобы кто-то посмеивался над рукоделием вы знаете если я прям близко общаюсь с людьми то вот как то так у меня сложилось что это рукодельницы а если я если это просто какие-то знакомые или там я не знаю коллеги там танцевальные то я просто с ними не делюсь этим то есть они знают что я вышиваю но все это как бы вся информация то есть они не знают как часто я вышиваю сколько я вышиваю что я вышиваю то есть они знают сам факт но никаких подробностей поэтому у них нет пищи нет материала для того чтобы посмеиваться я им просто об этом не рассказываю с людьми не увлеченными вышивкой я общаюсь на другие темы поэтому у них собственно и шанса то нет над этим посмеиваться поэтому нет я если честно не знаю таких случаях пятый вопрос была ли вашей жизни работа которая выполнена чтобы доказать себе что я могу наверное вот этот вот шарик вот и опять же за этот шарик вступилась но наверное да потому что когда я только его увидела давайте им кстати покажу фотографию кто вдруг не знает о каком шарике я так часто говорю вот это реально то что сейчас пришло первое в голову я когда увидела только эту схему я начала советоваться со своими рукодельными подругами что вот какой шарик смотрите какие собачки и мне все в один голос сказали что я тоже смотрела уже очень давно на эти шарики но я их не соберу и это говорили мне девочки которые реально не прям шви шви но которые имели дело с швейной машинкой гораздо больше и гораздо чаще чем я то есть я до знакомства с этим шариком на швейной машинке только обрабатывала ткань по периметру швом зигзаг все это это было реально все и конечно это меня так немножко расстроила я подумала что нет ну тогда я так точно не справлюсь но мне настолько и хотелось я заручилась поддержкой галя дэвидюк она сказала что ничего но расти так хочется ну соберем уже как-то хотя потом уже по факту собранной работы мне галя рассказывала что я вообще это все самое было очень страшно что у нее там когда мы вырезали эти клинышки там из ка обрезали лишнюю ткань что у нее там трусились руки боялась что-то лишнего там отрезать но как-то собрали и уже вот третий шарик я уже собрала полностью на швейной машинке сама от начала до конца так что вот теперь я умею собирать шарики понимаете это тоже очень интересный навык поэтому да я доказала себе что я это могу хотя шитье это на данном этапе абсолютно не моё но я уже хотя бы что-то умею остальные там большие работы те же самые майки они тюнеглазки от мрэшки они никак не были связаны с какими-то попытками доказать себе что я могу вообще меня большой размер например работы не пугает то есть это та же самая работа просто вышивать ее надо будет чуть дольше то есть это вообще не из этой оперы не для того чтобы что-то кому-то доказать ну наверное еще в каком-то плане набор и милхил хотя опять же я догадывалась что скорее всего у меня получится но было тоже страшно вот этот вот бисер к крестиком пришивать не запутаться в этой всей инструкции но с этим у меня кстати достаточно безболезненно прошло остальное это же не могу вспомнить что еще такое чтобы я начала чтобы доказать себе что я могу шестой вопрос умеете ли вы настоять на своем выборе или решении даже если окружающие или близкие советуют вам другое например выборе сюжета багета и другое думаю да думаю да если мне например я иду с кем-то в багетную мастерскую но если мне багет не понравится то уговорить меня ну фактически невозможно то есть я вообще у меня есть такая черта характера как упрямость я очень упрямая это у меня в папу я крайне упрямая и если я себе что-то вбила в голову то меня каким-то образом переубедить то есть я сама должна дойти до какой-то мысли но переубедить меня это ну можно просто даже не начинать потому что это нереально я вот если что-то себе вбила в голову то это все поэтому если мне не нравится какой-то багет то он мне не нравится если я вижу какие-то недостатки в своей работе то сколько мне будут говорить что да ничего ну ничего страшного да и так нормально я не успокоюсь пока я не переделаю не сделаю так чтобы меня все устраивало в выборе сюжета ну с выбором сюжета я могу сказать я фактически всегда со своими домашними совпадаю такого чего-то я не помню чтобы я вышивала чтобы мне сказали это что вообще такое и зачем это нам нужно правда вот я начала вышивать где-то может быть месяц назад или меньше анимон от дома и я сидела сидела его вышивала и подошел папа постоял посмотрел и сказал фразу что у тебя же столько красивых наборов почему ты решила вот это начать это конечно прозвучало очень интересно так но это все равно не отбило у меня желание вышить этот анимон потому что я вам уже рассказывала что я с ним отдыхаю там 14 канва там никаких блендов никакого бэкстича то есть я себе в удовольствии его вышиваю но фраза конечно была интересная у тебя столько красивого а ты вышиваешь вот это ну не знаю опять же меня это не переубедило так что да настоять на своем я могу но кстати я люблю все таки с кем-то советоваться в выборе например того же багета мне очень сложно самой принять решение вообще для меня что-то выбрать это очень сложно поэтому если мне нужно что-то выбрать я всегда кого-то с собой стараюсь взять чтобы было еще одно мнение чтобы мне было легче принять свое а потом на нем настоять ну вот как-то так странно у меня это получается седьмой вопрос считаете ли вы что критика это лекарство и надо уметь применять и принимать ее приведите пример и того и другого из вашей рукодельной жизни вспомнить критику относительно какой-то работы мне надо бы сейчас наверное посидеть реально подумать вспомнить критику относительно какой-то работы что вот я что-то начала делать меня покритиковали я что-то изменила и стало лучше я даже сейчас и вспомнить такого не могу я могу в ведении канала сказать о некоторых аспектах там например когда-то давно дело было но на тот момент у меня уже было очень много видео потому что тогда я снимала просто там чуть не по два видео в день выкладывала и они у меня были на канале такой общей кучей и мне написали комментарии что вот конечно это все замечательно но лучше бы ты все свои видео разложила по плейлистам и было это сказано не вот так как я вам сейчас это сказала а было это сказано таким написано таким тоном я вам учительницы такого нравоучения своему олухоученику но несмотря на вот это хотя я на критику достаточно болезненно бывает реагирую но вот в этот момент я как-то сумела себя взять в руки и понять что действительно здесь есть разумное зерно и я тогда разложила вот все свои видео по плейлистам и до сих пор это делаю для того чтобы потом если кто-то вдруг что-то будет искать это сделать было проще чем если бы это все лежало в одной куче на канале и конечно отдельная тема это огромное количество сообщений по поводу особенно опять же на заре моего творчества по поводу произношения тех или иных слов и какие-то сообщения опять же были нормальные формально построенные какие-то были ироничные или как это сказать и такие очень много было неприятных таких там чуть не издевательских что-то я удаляла в свое время то что касается произношения каких-то слов но я тоже очень много чего из этого вынесла я теперь знаю что нужно одевать что нужно надевать что цветок это ирис и очень-очень много чего другого а что конкретно работы я вот пока вам все это рассказывала так и не вспомнила чтобы мне вот как-то покритиковали какую-то работу и у меня что-то от этого в жизни и в работе резко поменялось было что критиковали мое оформление например то тоже оформление метрики там этого зайца спимая радость но ничего в моей жизни от этого не поменялось вообще мне кажется критиковать уже оформленную работу это немножко неразумно потому что никто не пойдет выковыривать работу из рамки я не знаю может есть такие люди но это не я поэтому по факту уже свершившегося чего-то мне кажется критиковать не имеет смысла следующий вопрос восьмой если вы получили укол критикой что вы предпримете по отношению к лицу раскритиковавшему вас опять же как это было смотря как это было преподнесено если это в нормальной форме то одно дело если это не в нормальной форме то заблокирую да я блокирую есть у меня такое в частности вот только что я вспомнила такое из свеженького это видео о итогах года о итогах 2017 года и под этим видео было два комментария у которых была абсолютно одна и та же самая суть только одна девушка написала что я что вот вы как блогер у которого такое большое количество подписчиков и вы вышиваете вы вышивали весь год фактически только одни миниатюрки и как вам не стыдно вышивать одни миниатюрки имея столько подписчиков что вы должны типа вышивать что-то другое я вообще не совсем врубилась к кому я что должна но вот вы должны вышивать что-то другое и как вам не стыдно вот все ждут больших работ а вы там миниатюрки вышиваете и это было все это я сейчас еще мягко сказала это было все написано в настолько в каком-то тоне знаете такое ощущение что меня отчитала начальница и реально это было настолько неприятно просто это было реально как бы это помягче сказать ну так мерзко это было написано скажем так не буду долго подбирать слова это оставило очень неприятный такой осадок я просто прочитала такое ощущение что в луже вывалилась вот серьезно и где-то через несколько часов пришел комментарий от другой девушки который под этим видео до сих пор есть в отличие от предыдущего где она сказала все то же самое то есть вообще абсолютно та же самая мысль только словами что ой вот вы в этом году по миниатюркам в большинстве своем ну кроме там маков надеюсь что в будущем году вы вдохновитесь там на какие-то более большие работы вот и я реально там тоже своим рукодельным подругам зачитывала эти два комментарии мы просто удивлялись как одно и то же самое вот просто одно и то же самое можно сказать двумя абсолютно разными способами и вызывает это абсолютно другие ощущения у человека хотя и там донесен посыл и там донесен посыл вот это из последнего так что к вопросу о том что происходит с людьми которые высказывают какую-то критику смотря как они ее высказывают если это в абсолютно какой-то требовательно неуважительной форме то я могу заблокировать да есть за мной такое я этого не скрываю если люди меня обижают как-то то почему я должна в дальнейшем это читать потому что как показывает практика если человек делает это один раз то это вообще модель его поведения то есть он будет делать это и в дальнейшем а канал это в каком-то смысле мой такой домик и я не хочу что в мой домик ходили такие нехорошие люди вот как-то так я не говорю что у меня там надо хвалить да не надо там подумать что ко мне нужно приходить там только с хвалебными отзывами и критика это иногда бывает хорошо даже но просто когда вы если вы уже решили высказать человеку свое мнение и при этом человек вас не спрашивал не говорил выскажи пожалуйста свое мнение но вы все равно решили это сделать то постарайтесь все-таки это сделать так чтобы человека не обидеть потому что я не помню говорила я когда-то уже об этом или нет возможно говорила что для меня фраза я человека не обидела я просто что-то сказала а он сам обиделся то есть это было его решение обидеться я просто высказала свое мнение а он сам взял обиделся то есть это его выбор обидится ему на мои слова или нет. Когда я такое слышу, я всегда провожу параллель с тем, что, вы знаете, я этого человека не убила, я просто выстрелила, и это был его выбор, умереть или нет. Вот для меня это абсолютно равноценные вещи, потому что не зря в народной мудрости есть такое выражение, что слово ранит больше, чем нож. Иногда словами можно человека просто уничтожить. Поэтому со словами, как и с холодным оружием, нужно быть очень и очень осторожным. Вообще в жизни и рукодельный ютуб тому не исключение. Поэтому вот так я отношусь к критике. Следующий вопрос. Девятый. Как вы ведете себя, когда люди начинают восхищаться вашим творчеством? Я люблю, когда людям нравится то, что я делаю. Но когда это принимает такие формы, какие-то прям восторгов-восторгов, мне бывает становится очень неловко. Но я стараюсь отходить от вот той позиции. Знаете, это действительно что-то с заниженной, наверное, самооценкой. Если провести параллель с жизнью, то я когда-то читала статью о том, что там, например, тебе говорят, ой, ты так красиво выглядишь сегодня, у тебя такое красивое платье. И тебе по какой-то причине, вот, связанной с твоей самооценкой, ты вместо того, чтобы сказать спасибо большое, ты начинаешь говорить, ой, спасибо, да ну что вы! Да это платье, я купила его еще в том году на распродаже. И вообще я сегодня не выспалась. И начинаешь каким-то образом, вот человек тебя пытался возвысить, в какой-то мере, а ты, тебе настолько неудобно, что человек тебя пытается как-то возвысить, восхвалить, что ты начинаешь сам себя опускать. И я читала, что это вообще абсолютно неправильная такая жизненная позиция, поэтому я стараюсь от этого избавляться и в рукодельном плане. То есть если человек меня хвалит, я просто поблагодарю, скажу спасибо, если он там задает какие-то вопросы. Ой, а это очень сложно, я могу сказать, что, ну, если сложно, откровенно говоря, я скажу, да, сложно. Если не очень сложно, то скажу, что нет, ну, что там делать, просто долго, несколько основных там правил знать, и все, и только терпение, и терпение и труд все перетрут. Но отнекиваться, я стараюсь избавляться от вот этой вот привычки, отнекиваться, и вот этого, ой, ты там так классно что-то сделал, и я такая, ой, нет, да что вы, да что вы. Вот от этого реально надо избавляться, это неправильно. Вы потрудились, вы сделали что-то хорошо, и если человек настолько добр и расположен к вам, что он хочет вас похвалить, то просто примите эту похвалу как должное, как такую награду за труд, который вы реально сделали, то есть вы потрудились. И просто примите то, что вас кто-то хвалит. И, например, вот в интернете, конечно, это сделать попроще, то есть ты можешь подумать, что тебе ответить, там, если в какой-то там виртуальной переписке, если это в жизни, то тут уже, конечно, сложнее, и тоже зависит от ситуации. Например, если это, у меня вот есть такая еще сфера деятельности, как посещение рукодельных выставок, происходит это, к сожалению, всего два раза в год, но это всегда такой всплеск эмоций, и я очень часто встречаюсь на выставке с девушками, женщинами, которые меня смотрят на ютубе, и вот тут вот просто очень неловко происходит ситуация, потому что они начинают говорить, что ой, мы вас смотрим, ой, у вас там так все красиво и так далее и тому подобное, и мне становится просто дико неловко вот этой ситуации, которой я просто, вы знаете, я не знаю, куда себя деть. И я выработала для себя уже такую схему, скажем так, как мне от этого всего переводить тему. И я всегда говорю спасибо-спасибо, а потом говорю, а как вам выставка? А скажите, а что вы уже купили? И вот так вот очень быстро переключаю разговор с себя на, собственно, того человека. Поэтому если это вживую происходит, то да, мне очень становится неловко. Но опять же, нужно, если вы действительно что-то хорошо сделали, нужно уметь принимать по хвалу. Но при этом, конечно, и адекватно оценивать, действительно ли вы что-то хорошо сделали, что я только что сказала. Короче, свой труд, вот к чему я, свой труд надо тоже уметь адекватно оценить. Потому что у меня вот в предыдущие два дня было целых два случая. Первый случай это был, я где-то увидела на просторах интернета, может быть, даже в ВКонтакте или в Инстаграм. Там я увидела девушку с работой какой-то, с вышивкой, крестиком. Но работа эта была не постиранная, не поглаженная и вставлена в рамку. И, то есть, реально, там были даже следы разметки, и она была реально мятая и вставлена в рамку, и видно вот эти вот все бугры. И там тоже кто-то ей начал писать, что надо было бы как-то что-то, как-то так не совсем правильно. И она, по-моему, что-то писала, что ой, ну что вы это... А, и кто-то там начал писать, ой, что вы такие все злые. Ну, на самом деле, реально, как можно в здравом уме и твердой памяти выставить свою работу на всеобщее обозрение вот в таком вот виде. Разве что от какого-то незнания. Не знаю. И второй был случай. Вчера я набрела, ну это вообще такая частая ситуация в рукодельном мире, я набрела в Инстаграме на какой-то профиль вышивки, разработки схем по фотографиям. И там была семейная пара... Как вам сказать? Цвет кожи у них был... Вот видели кирпич когда-то? Вот цвет кожи у них был как кирпич. И там, где блики, они были желтые. То есть такой кирпичный человек с желтыми следами. И в комментариях тоже люди писали, что, о боже, какая красота! Это же так похоже просто как на фотографии. И там в соседней фотографии была выставлена непосредственно фотография, да, сама исходник. И, ну это просто небо и земля. Опять же, человек явно оценивает свою деятельность не очень адекватно, но это отдельный разговор, скажем так. Я уже куда-то прям в какие-то жуткие дебри ушла. Десятый вопрос. В момент бурного выяснения отношений ваша вторая половина открывает вам великую тайну, что он всего лишь терпеливо относится к вашему хобби, отнюдь не восхищен небесной красотой, которую вы создаете. Ваша реакция? Ну, вы знаете, поддержка — это очень важно, но мне кажется, главное — это не обязательно, чтобы ваш любимый человек или ваш какой-то там близкий человек, ваш родственник прыгал просто от восторга над вашими работами, вмешивался там в каждый этап, что без него там не обходится ни выбор будущего процесса, ни сама вышивка, ни стирка, ни оформление и так далее. Мне кажется, просто, знаете, как помогать не надо, просто не мешай. Вот я так к этому отношусь. Не обязательно, чтобы человек там заливался восторгами, главное, чтобы он спокойно к этому относился, ну, терпеливо, да, потому что все-таки отношения — это всегда компромисс, и если я что-то терплю, он что-то терпит, и мне кажется, это абсолютно нормально. Ну, главное, чтобы не было какого-то негатива и каких-то уже абсолютно неадекватных порывов, потому что я слышала на Ютубе такие рассказы, что муж говорит, что он все рукодельное повыкидывает, реально, и, ну, вот это вот я уже просто, это уже реально неадекватно, я слушала и просто впадала в ступор от такого, но такого, мне кажется, быть не должно, потому что все-таки он вам не хозяин, как бы. Но если просто терпеливо, доброжелательно относится, без каких-либо там восторгов, то, мне кажется, это абсолютно нормально. Одиннадцатый вопрос. Способно ли критическое замечание по поводу вашего увлечения надолго выбить вас из колеи? Надо подумать. Опять же, если это критическое замечание от постороннего человека, то, скорее всего, нет, потому что мне с этим человеком не жить, мне с ним детей не крестить, мне, я больше вам скажу, даже с ним не общаться. Нет, если от близкого человека, то да, да. У меня очень в этом году переклинило, когда у меня была такая такая ситуация, что мне было высказано, что мои новогодние игрушки, это как бы что их сильно много и надо уже нормальные игрушки покупать, а не вот это, что ты на ёлку вешаешь. Мне, конечно, было очень обидно, меня штормило просто, наверное, неделю и действительно было вот вот серьезно прям больно, вот серьезно. Хотя мне, конечно, сейчас кто-то может написать, нашла проблему, типа вот у людей настоящая проблема, у тебя там вот это, но мне прям было действительно очень обидно, потому что если ты чем-то горишь, если ты действительно безумно радуешься, упиваешься какими-то своими достижениями, какими-то своими работами, ты вот её, знаете, как у нас говорят, выкухала, то есть ты её прям вот, знаете, лепила там какую-то эту работу, прям всю любовь в неё вложила и потом тебе говорят, ну что за фигня, особенно если это говорят близкие люди, то тут мне кажется, надо быть просто человеком с мега высокой самооценкой для того, чтобы тебя это никоим образом не задело, я не знаю, меня это очень сильно задело, так что да, какое-то критическое замечание от близкого человека относительно того, что действительно я очень люблю и того, что мне самой очень нравится, меня способно выбить из колеи, это да. Двенадцатый вопрос, если у вас есть возможность выбирать, купить подарок в магазине или сделать своими руками, что вы предпочтёте? переживаете ли вы, что ваш подарок не понравится? Всё зависит от ситуации, не всё, к сожалению, что человеку может быть надо, можно сделать своими руками, иногда покупной подарок гораздо более уместен, но я в последнее время, опять же, не делаю чаще всего таких подарков рукодельных, знаете, чтобы это был подарок настолько большой, чтобы он был полноценным подарком, то есть, чтобы вот эта рукодельная вещь это прям полноценный подарок, то есть, например, как та же самая метрика, детская, это огромная картина, это, конечно, полноценный подарок, ещё там бывало, я дарила картины, опять же, это полноценный подарок, в последнее время я стараюсь купить человеку подарок, какой-то, то, что ему, возможно, нужно, то, что ему понравится, и в дополнение к этому подарить ещё что-то рукодельное, опять же, что-то очень приятное, что-то, что человеку понравится, например, вот своей подруге Карине, я на прошлый день рождения подарила этот пауэрбэнк, она хотела, такой, чтобы очень-очень был компактный, прям плоский, лёгкий, чтобы с собой таскать, вот, я и купила его, и вот этот вот баннер с котиком, да, вытирайте лапки, пожалуйста, и как бы половина подарка такого, скажем так, которым она сможет пользоваться, такого практичного, да, и половина подарка рукодельная, вот, я сейчас поступаю таким образом, поэтому я чаще всего не выбираю или-или, или рукодельный подарок, или купленный, я сейчас совмещаю, на Новый год, опять же, там, я дарила подругам что-то купленное, и к этому что-то своими руками созданное, ну, куда без этого, ну, опять же, это что-то небольшое, не очень, там, такое глобальное, 13 вопрос, считаете ли вы себя гуру в вашем виде рукоделия, который может дать совет или научить чему-либо, ну, мне кажется, для того, чтобы дать совет и научить чему-либо, не надо быть гуру, понимаете, нет, гуру я себя не считаю, потому что вышивка это такое, такой необъятный вид рукоделия, и глядя на тот же самый рукодельный ютуб, я понимаю, что есть люди, которые умеют делать гораздо больше, чем я, те же самые шовчики, те же самые специфические стежки, та же гладь, те же самые там какие-то еще стежки, которые я делать не умею пока что, в какой-то украинской национальной вышивке, тут вообще не паханное поле, потому что да, я вышивала вышиванки, я вышивала платья, но опять же не всегда все вышивается крестиком, есть другие швы, девочки сами шьют себе эти вышиванки, эти платья, сами отмеряют какое количество ткани им надо, разбираются в этом всем, то есть каждая тема имеет в себе огромное количество под тем, и в эти под темы можно углубляться просто до невозможности, мне кажется, на каждую тупую тему можно жизнь потратить, поэтому нет, я не считаю себя гуру вышивки, и вообще, наверное, никогда не буду считать, это никак не связано с какой-то заниженной самооценкой, это просто реально объективно, мне кажется, я очень часто за это видео говорила слово реально, я уже не первый раз замечаю за собой, ну, это просто действительно объективно, потому что вышивка, это не просто по конве или там по равномерке крестиками или там бисером по ткани или по конве, это огромное количество под тем, скажем так, но как там было дать совет или научить чему-либо, ну, конечно, я вышиваю крестиком, я вышиваю бисером, поэтому, конечно, я могу дать совет и чем я очень часто занимаюсь фактически каждый день, потому что мне часто в личку пишут какие-то вопросы, и я по возможности стараюсь на эти вопросы отвечать и чем-то людям помогать. 14. Вы сейчас ответили на вопросы, касающиеся самооценки вашей реакции на критику и на важность мнения других. Попробуйте теперь сами оценить уровень своей рукодельной самооценки, высокий, средний, низкий, выше среднего и другое. Почему здесь нет варианта адекватный? Адекватный это какой? Средний или выше среднего? Ну, вы знаете, что касается именно рукодельной самооценки, мне кажется, что у меня с ней все в порядке, потому что рукоделие это та жизненная сфера, где я чувствую себя уверенно. То есть, я знаю, что я умею, я знаю, что я не умею, я очень критично отношусь к своим работам, я вижу в них недостатки, как сказать, прескиплыву. Гугл говорит тщательно, но это не совсем тщательно, ну ладно, пусть так будет, я очень тщательно пусть будет, отношусь к своим работам, и иногда я сама для себя самый худший критик, когда мне уже кто-то там окружающие говорят, что да все нормально, да что ты переживаешь, а мне вот если что-то не нравится в моей работе, то оно мне не нравится, я его буду переделывать, я буду психовать, но переделывать, поэтому я вижу плюсы, я вижу минусы, и стараюсь стремиться к улучшению качества своих работ, поэтому я думаю, что самооценка у меня адекватная, ну будем говорить средняя, возможно в некоторых случаях чуть выше среднего, но явно не завышенная, потому что у меня вообще нет ощущения, что я такая молодец, все умею, у меня наоборот, все чаще и чаще появляется ощущение, что я вообще очень мало чего умею, и вот поэтому, как я уже в начале видео говорила, мне хочется пробовать что-то новое, хоть иногда бывает немножко так страшноватенько, но интерес все-таки перевешивает, и хочется пробовать что-то новое, что-то новое узнавать, наверное, мне очень понравилось просто, очень понравилось мое ощущение после того, как я этот шарик пошила, понимаете, я поняла, что я еще какой-то там месяц назад думала, что я никогда этого не сделаю, теперь вот у меня есть такой навык, я могу пошить шарик, и я поняла, что большинство вот этих моих каких-то барьеров, оно все у меня в голове, и это все на самом деле не так страшно, нужно просто решиться и попробовать, все, навышивали мы с вами целый кусочек, видите, какой, наговорила я 50 минут, надеюсь, я что-то из этого повырезаю, спасибо всем большое за внимание, встретимся с вами, когда я довышиваю кусочек в этом ирисе несчастном, и уже смогу показать вам отчет, но я продвинулась, я очень хорошо продвинулась, меня это радует, потому что была это у меня работа такая прям подзаброшенная, все, спасибо всем большое за внимание, удачи вам и творческих успехов, пока!